Доброго времени суток уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. И это мой очередной обзор по техническому анализу отдельных инструментов, которые представляют интерес на текущий момент. Сегодня среда, 15 апреля, предлагаю рассмотреть валютную пару доллар-канадец, который вероятно начал расти, поскольку начали снижаться цены на нефть. Австралийский доллар после роста начал снижение в рамках коррекции, а также индекс S&P500, по которому появились признаки исчерпания текущей фазы роста и, по всей видимости, подходит фаза коррекционного снижения. Итак, канадский доллар остановился на полпути к достижению обозначенной цели в районе отметки 1.3793, развернувшись от уровня 1.3862. И на данный момент, по всей видимости, данный рост в паре продолжится ввиду начала снижения цен на нефть, который выступает основным драйвером для данной валюты. Поэтому можно констатировать смену приоритета с нисходящего на восходящий. По крайней мере, можно рассчитывать на еще одну восходящую волну в рамках коррекции. Сейчас пара находится на своих локальных максимумах. Вероятно, вскоре может пройти небольшое коррекционное снижение перед продолжением роста в район текущего уровня поддержки на 1.3947. Последующий отбой от него направит цену в район ближайшего сопротивления на 1.4152 с потенциальным проходом до отметки 1.4257. Отмена данного сценария состоится при снижении и закреплении ниже разворотного уровня на 1.3862. Основная фаза роста по австралийскому доллару, вероятно, прошла и сейчас развивается коррекция вниз. Пара в своем росте достигла уровня 0.6433, где встретила сопротивление и от которой в последующем совершила отскок вниз, что и дало основание для утверждения о коррекции. По всей видимости, пара попытается совершить отбой от текущего уровня 0.6326, чтобы возобновить восходящее движение. Однако в случае неудачи и уверенном закреплении ниже этого уровня он будет подтвержден в качестве текущего сопротивления, от которого нисходящее движение будет продолжено в район ближайшей поддержки на отметке 0.6237 с потенциальным проходом до отметки 0.6120. Отменой данного сценария послужит продолжение роста в сторону разворотного уровня на 0.6433. Ну и наконец, индекс S&P500, похоже, завершает текущую фазу роста и готовится к переходу в коррекционную нисходящую фазу. Обозначенный целевой уровень пока не был достигнут, однако вероятность его добоя все еще возможна. Последний рост прошел с откатами, что в итоге сформировало фигуру, визуально похожую на медвежий клин, который является предвестником грядущего снижения. Однако перед этим возможен заскок к уровню сопротивления на 2886, последующий отбой от которого и подтвердит данный сценарий. В этом случае цена направится в район ближайшего уровня поддержки на 2728 с потенциальным проходом до 2599. В свою очередь, отменой данного сценария послужит выход из фигуры вверх в направлении разворотного уровня, который расположен на 2991. И на этом у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной торговли и до новых встреч в следующем выпуске.